Ассаламу алейкум Здравствуйте, друзья мои Это как бы продолжение того ролика который предыдущий, который я сделал где я опирался на содержание из Корана, аята и слишком много совпадений посчитал, что в Чеченской Республике народ владел вот этими древними знаниями ну там, как видите, один все же нашелся такой, яду все равно даже в этом сумели ливануть, спасибо за то, что я те изобретения, которые я сделал я вам еще и не показываю, потому что даже не знаю, что-нибудь попроще попробую показать, на серьезный не знаю, как вы среагируете и так далее ну, не сомневайтесь, всему свое время, будет все и будут изобретения мои личные, будут показаны схемы способы, если вам необходимо будет зарегистрировать во всем помогу, подскажу, что я могу на все воле Аллаха, и все будет всего позволения, ну сейчас вот остановимся на вот сайте он от 18, от 1 марта какой-то, нави, нави, его кстати, напечатал, по-моему ну, при желании найдете сами ну, давайте быстренько пробежимся здесь очень интересная статья и очень интересная тема древнейшее каменное устройство для получения питьевой воды что общего между пирамидой, стеллой, лингамом, бетилом, амфалом, сейдом, туром, горючкамнем, менгиром, каменной бабой, догобой, дольменом кроме того, что они каменные, они все связаны водой, то есть, они все отработка воды, вот как вы видите, все эти, вода, главная ценность на земле, источник жизни и основа всего живого, с нехваткой воды человечество знакомо едва ли не с момента своего возникновения, был ли дефицит питьевой воды во время каменных построек, я думаю, что был, это мое личное мнение, потому что даже у нас на территории Чеченской республики, где казалось бы, в кругом одни родники, реки, речки и тому подобное, есть места, где вода на вес золота, ее нету наверняка, если предки в стремлении обеспечить не только себя водой, но и потомков сворачивали горы после глобальных катастроф на земле, после потопа, имеется ввиду, климат кардинально изменился сейчас эти устройства бездействуют, а потому загадочные и трудные для понимания большинство из них ученые считают объектами религиозного поклонения и захоронения они служили людям, там, где не было природных источников питьевой воды на разных широтах эти устройства, именно были объектом получения воды Лингам, что это такое? Южная и Юго-Восточная Азия влажность, солнце, звездные ночи, все, что нужно, чтобы лингам работал автономным режимом влага из воздуха кондицировалась на поверхности камня, стекала на поддон и далее по желобу водосбольник система работала и днем, и ночью, и эффективно утренние часы, когда влажность оказывалась равной 100% то есть такая же система может быть найдена у нас в горах, это и есть система получения воды а именно она в тумане будет на хорошо работать, ну почти 100% влажность как вот они, как выглядят, вот, 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 объяснять, мне кажется, уже нет необходимости Лингам из буддизма и храмов по словам индийских историков, храм Нишканака Махадева был построен пандавами во время войны с Куравами описанной в Махабхарате, но пять белых и черных лингамов появились сами по себе ну вот видите, народ между ними ходит, это система получения воды Индия, храм Нишканакака Махадева Бетил, Ближний Восток, Средняя Азия по преданиям Хаабе до ислама было 360 каменных бетил в настоящее время вокруг Хаабы воздвигнута гигантская заповедная мечеть Хааба была главным языческим святилищем Хиджаза это имеется ввиду до ислама, смотрите мне, тут не начинайте опять ненужную полемику в центре Хаабы находился идол Хубала повелитель небес, властелин грозы и дождя то потом начали этим всем палкам, камнем молиться в торжественные дни их смазывали вином, кровью и маслом обертывали шерстью, обходили вокруг, прикасаясь руками вот вот эти камни, которые положительно были в этой там на самом деле все проще вероятно, бетилы, камни для сбора конденсата использовались как источник питьевой воды являясь аналогами индийских лигманов в отличие от закрепленных на месте лингама бетилы можно было переносить есть сведения, что отправляя с похода их брали с собой и везли на особом верблюде под Балдахином сюжет на шумерских глиняных табличках похоже иллюстрирует вечный процесс круговорота воды в природе то есть вот этот бетил а здесь шумерский вот этот рисунок звездная ночь, солнце, луна нисходящая роса и змей древний символ первичной воды подставка бетил на рельефе и неизвестное каменное устройство это рисунок урарский даже поперечные полосы те же получаются вот она эта подставка амфал средиземное море вот такие устройства для получения воды называются амфалы я думаю умный сообразит как у себя используют вот амфал, который вырабатывают воду природа подсказала жителям средиземного моря использовать рельефный рисунок шишки для увеличения площади поверхности камня конденсатора вот этот камень конденсатор он вырабатывает как говорится конденсирует воду в Индии встречаются лингамы тоже с рельефной поверхностью вот он лингам тоже для получения вида пирамидеон и стеллы в Египте пирамидеоны устойчивы и не требовали подставки вот такая система получения воды камень ставили наверх 30 метровой колонны копанной глубоко в землю получалась стелла, которая охлаждалась грунтовыми водами и ветром и такая установка конденсаторировала больше воды вопреки общераспространенному мнению забытые древние технологии не были высокотехнологичными например, в наш век создана более умная стелла в АТСР установку охлаждает вентиляция и грунтовые воды конденсат стекает вниз, внутри и вниз откачивается помпа она работает даже в сухом климате в сухой атмосфере ну вот эта система то есть ее, я так понимаю, что она есть и в продаже вот вам система на улице, которую поставил качать только воду и все она у вас вечно будет работать и получать воду питьевой камень и храм солнца Мексика, Гватемала, Ирак короче и так далее артефакт, откопанный недавно индусы называют питьевой камень потому что сохранилась традиция распивать на этом месте напитки вокруг, заметьте, небольшой бассейн и сток канала солнечные храмы в Египте подобное сооружение с тем же назначением установка для конденсации воздуха воды из воздуха считается, что строительство солнечных храмов началось во времена правления фараона Усеркафа почти каждый царь 5 династии считал своим долгом построить такой храм храмы похожие на египетские есть в Гватемале, Ираке, Мексике, Нубии, Судане вот они это все установки для получения воды пирамида тот же питьевой камень с бассейнами под водоводами только искусственные искусственные и гиантские размеры пожалуйста древние строители обеспечили население чисто водой не имея другого строительного материала кроме камня и других знаний кроме математики, классической механики то есть если пирамиду вот так отнести и для слива воды эта пирамида будет получать воду пирамида Хеопса реконструкция то есть рисунок искусственная гора должна была конденсировать воду из атмосферного воздуха для основания первой пирамиды был выбран подходящий известковый холм недостойчивый объем нарастили обломками известняка поверхность укрепили блоками сделали облицовку из более твердого чем основание отполированного известняка облицовка сохранилась только внизу пирамиды ну как мы видим в расчетах использовали правила золотого сечения дополнительно придали вогнуться с центральной части стен получился желоб для стекания воды и немного увеличили площадь поверхности без затрат материала как видите система охлаждения находилась внутри пирамиды холодный воздух поднимался вверх от грунтового вод под пирамидой благодаря вентиляции и испарению комбинации давления внутри каналов пирамиды поддерживалась низкая температура известны на данный момент ходы камеры и шахты главная пирамида это регулятор давления воздушных потоков и воздуховоды некоторые вентиляционные шахты не имели выход наружу а лишь подавали охлаждаемый воздух к облицовке пирамиды такая конструкция вентиляционных шахт вызывает недоумение ученых но это естественно чтобы получать конденсат у пирамиды наверху должно быть отверстие холодный поток воздуха идущий снизу должен вытеснять теплый так в отверстие в куполе строился древний холодильник яхчал какое-то чеченское слово загадочный диск мог быть деталью вентилятора системы охлаждения сарфага резервуаром для чистой холодной воды вход в пирамиду герметично закрывался массивным крутящимся затвором кстати этот затвор который вот этот затвор он находится в пирамиде нечто вроде похожее мы видим в районе излома на котором мы говорим ноем ковчег вот там тоже вот этот замок очень схож стекающий с пирамиды водоконденсат попадал через систему стоков сливы резервуары колодца бассейны и каналы под пирамидах был даже судоходный канал две лади были найдены возле пирамиды в разобранном состоянии то есть вот как она могла выглядеть вот эта ирригационная система вода стекала также в лабиринты в древних моноскриптах сохранились сведения о том что у них обитали 30-ти метровые священные крокодилы догоба в догоба также известно немного определение ступа для хранения реликвий ученых устраивает поздние времена догобы строились из кирпичей самые ранние вырезались из цельной скалы индийские догобы отличаются от других пристройками с каждой из четырех сторон вагалькадами и оградами учитывая особенности конструкции полированную поверхность догобы можно считать каменным устройствами для конденсации воды из воздуха так же как и питьевой камень лингама бетилы стрелы храмы солнца пирамиды вот эти все конструкции очень сильно напоминают именно то есть предназначение их как-то можно объяснить вот этими свойствами получения воды храмы в Индонезии в Таиланде в Непале очень похожи на догобы устройство догобы то есть вот как объяснить по-другому их предназначение сейд тур каменная баба горючий камень что в России что в Евразии Америке Канаде Новой Зеландии короче везде по всему земному шару сейд как правило стоит под углом до 45 градусов острая вершина висит вниз вне опор один сейд бывает направлен на другой расположен на расстоянии несколько десятков метров объяснить это можно может тем что конденсат с одного или нескольких камней должен был попадать в определенное место сбора ну то есть сейды это вот эти удивительные камни каким-то путем поставлены с ними соседствуют туры гурии из камней часто окружены лабиринтами для сбора конденсата вот как вы видите таких камней мы то точно видим в горах Кавказа все эти туры как и лингамы ставили на обрыве над морем морской бриз ускорял процесс вероятно что камни смазывали жиром вместо трудоемкого полирования уменьшая тем самым пористость поверхности климат давно изменился а традиции собирать и смазывать камни остались так крестьяне горных частях норвегии еще недавно собирали круглые камни мыли их каждый четверг вечером смазывали маслом перед огнем чтобы они послали счастье и довольство у карелов сохранился обычай обмазывать камни кровью и жиром жертвенного животных глыбы поставлены на три маленьких камнях и холмы из камней непонятного предназначения есть и в Восточной Канаде и США каменный орел и каменный ястреб в штате Джорджия высота холма 3 метра подложка между землей и камнями служила неместная глина ну вот вам культовые места обо в культуре монголов бурят тувинцев хакасов и других тюрко-монгольских народов Центральной Азии располагаются у дорог на горных перевалах на вершинах у озер по берегам рек в 1900 году инженер Фридрих Зибол предположил что на Крымском полуострове древние греки получали воду из атмосферы в масштабах достаточных для снабжения водой города Феодосию и даже построил из камней конденсатор на вершине горы Тепеоба холм 6-8 метров высотой был окружен метровой стеной шириной 20 метров конденсатор Зиболда работал и говорят производил до 360 литров воды каждый день эксперимент длился 3 года до 15-го года до появления утечек вот она подобные ритуальные каменные платформы найдены археологи можно считать основанием для каменных конденсаторов жертвования гермеса найденных в жертвовках Киеве самым простым был вариант с одним лежащим на земле камнем Синь камень Белгорюч камень Алатырь камень это в России так дело все они стали объектами поклонения словам до христианских временах на поклонных камнях возводились часовные храмы и монастыри слово горючий и ручей созвучный горючие слезы текучие ручьем и наверное будет правильнее говорить горючий санкритско-русский слово переводится как и идущий и находящийся где-либо то есть вот такой камень тоже предположительно тоже служил ну фактически служил конденсатором конденсатором люди конечно возвели в ранг религии русские сказания созвучные ригведи под алтырь камнем берут начало источники несущие всему миру пропитание и исцеление под ним сокрыта вся сила земли русской и той силы нет конца вот такие вот дела вода собравшись в углубление камней из божьих следков всегда считалась солебной а алтырь камня сидит красная девица заряя пробуждает мир от ночного сна разве это не прямое указание на процесс конденсации также зарю изображали на востоке рельеф на стене храма догобы заря на бетилах месопотамии на менгерах средиземноморье вот теперь смотрите чем не наши черты и знаки есть то есть надгробные камни поверье разных народов приписывают камням способность летать под древнерусским языческим поверьем алтырь камень всем камням камень всем камням отец он упал с неба ну ясно что метеорит самым знаменитым сейдом считается летучий камень который почитается лопарями выше всех остальных считалось что эти камни способны летать бетилы считались упавшими с неба им приписывали способность двигаться в воздухе может действительно падали с неба а может имея вулканическую природу вырастали внезапно из-под земли как с неба упали вулканическая деятельность объясняет и образование источника воды в местах образования камней возможно столпы каменной бабы указывали путнику на родники не зря в руках она держит сосуд вокруг каменных баб и сейчас зеленеет трава из их западноевропейские братья мингиры пока они стали культовыми и надгробными камнями тоже когда-то были водными пожалуйста для нас для чеченских напоминает же вам что-то камни в форме пирамид на Кольском полуострове ну на Кольском полуострове и в Японии это на Кольском это в Японии в Индии пирамиды возможные подставки под камни в Японии статуя музука переводится как водное дитя мингеры Азии то есть камни мегалиты Австралии Новой Зеландии сейды долмен тур мингер как видите дольмены очевидно простейшее гидротехническое сооружение сдерживающее и направляющее фонтан гейзера в нужном направлении возможно внутри дольмены отполированы водой на которых волнистые линии знак воды возможно они тоже служили конденсаторами остается неясным точное время использования каменных устройств возраст сейдов учеными датируется примерно 7000 лет до нашей эры считается что 7000 и 3000 вот так приблизительно 3300 годов до нашей эры это период неолитического субплювиала самого позднего из периода влажно-зеленой Сахары во время которого регион был более влажным и в нем была богатая разнообразная биота был ли концом времени жаркого тропического рая на земле всемирный потоп вот по библии 2106 там 2105 год до нашей эры или все изменилось после великой катастрофы 12000 лет назад или совсем недавно об этом конечно камни молчат короче вот его позывные почты это статья его и весьма интересно она созвучна с нашим новым ковчегом с нашим народом получение воды особенно вот эти камни которые мы видим вот здесь так все равно ролик получился опять длинный давайте я без комментариев с вами был Асланбек клуб российских изобретателей которые мы видим в этом году он